Цены на куриные яйца начали снижаться, сообщают информагентства. Но удешевление произошло лишь в некоторых регионах. Напомню, неожиданный рост стоимости этого продукта произошел осенью. Антимонопольная служба была вынуждена инициировать проверки. В Кабардино-Балкарии нарушений не нашли. Водорожание объяснили тем, что яйца в республике преимущественно привозные. Их производством в Кабардино-Балкарии занимается только одно предприятие. Туда и отправился наш специальный корреспондент. Сафар Гириев. Резкий скачок ценные яйца, которые журналисты тут же окрестили золотыми, и проверки антимонопольной службы по всей стране. Нынешнюю осень и потребители, и торговые операторы запомнят надолго. Причинами удорожания поначалу назвали сезонный фактор. Мягко говоря, недешевые корма и выросшие тарифы на энергоносители. Потом искали сговор. Большинстве регионов не нашли. В Кабардино-Балкарии объяснили минимальным присутствием на рынке яиц местного производства. У птицеводов на этот счет свое мнение. Я могу только сказать одно, что в регионе Северного Кавказа, в Краснодарском крае, не стало две, как говорится, птицефабрики яичного направления. Кроме того, одна из птицефабрик Ставропольского края тоже, как говорится, производство яйца снизило. И в регион Северного Кавказа спрос на яйцо есть, а яйца не было. Это чисто связано не с том, что увеличение цены на зерно, а спрос раздает предложение. Я думаю, это все стабилизируется. Ново-Ивановские птицеводы – единственные в республике, кто производит этот теперь драгоценный продукт. Такого поголовья большого – 53 тысячи, на сегодня в КБР больше нет. И 38 тысяч из них именно яичного направления. В основном это две породы кур – адлерская, серебристая и знаменитая Кучинская юбилейная. И сейчас все внимание золотоносным несушкам. Только Кучинская за 9 месяцев выдает 180 обборных диетически выдержанных яиц. По мнению специалистов это немного, но плюс еще 2 килограмма чистого мяса. И нигде, кроме как в СХПК Ленинцы, эту породу не разводят на Северном Кавказе. И потому она сегодня востребована, в первую очередь, в частном секторе. Кучинская юбилейная – отечественная порода мясо-яичного направления. Выведена методом скрещивания шести разных пород. Под птичей переоборудовали бывшую Северноферму, провели реконструкцию и модернизацию корпусов. Чтобы всегда была накормлена, напоена, всякие добавки даются. Яйценоска с птицей сопутствует многие составляющие, но основа все-таки в должном уходе. В первую очередь это связано с улучшением кормовой базы. В нашем хозяйстве установили гранулятор, и сейчас мы готовим гранулы полностью к корму. Все добавки, все в нем соответствуют. У нас и потери корма меньше, процентов на 20 уменьшились потери корма. Поедаемость отличная. Сейчас на птицефабрике собирают около 20 тысяч яиц в сутки. Вот только в торговую сеть поступает всего 10% от общего вала. Основная часть инкубационного направления. Потому как-то повлиять на ценообразование в СХПК не могут. Для того, чтобы поднять цен от нашего яйца, от нас не зависит ничего. В прошлом году, если так вот взять, мы произвели в пределах более 5 миллионов тонн штук яйца. Из них более 2 миллионов мы продали инкубационного яйца. Ну то есть наше яйцо, как в магазинах, оно не бывает, оно только у нас в наших магазинах, которые имеем мы, СХПК леницы, и на ярмарку вывозим. Есть у новоивановских птицеводов и свой инкубатор. Яйца в него за сезон закладываются 5 раз, а значит и выводка в столько же. Только в прошлом году прибыль селхозького оператива перевалила за 6 миллионов рублей. Помогли работникам отрасли и субсидии за возмещение части затрат в связи с удорожением приобретенных кормов. Ставка 88 рублей на 1000 яиц. Сафар Гиреев, Анатолий Гереко. Вести Кавардино-Балкария.